Сегодня одна из самых знаменитых актрис Татарстана отмечает 70-летие. Больше половины жизни Нина Калаганова отдала казанскому тюзу. Она одинаково обаятельна и органична в любой роли по произведениям Маршака и Чехова, Островского и Шекспира. А в свой юбилейный вечер решила перевоплотиться в лошадь-сестричку. За схожесть натур, собственный и персонажа. Да? Здравствуйте. Проходите. Это моя гримерная, это моя театральная жизнь. А это целых 44 года трепетной любви к профессии в казанском тюзе. В этот храм искусств Нина Калаганова пришла по приглашению режиссера. А свою первую роль мама Павлика Морозова сыграла в девятом классе. Театр актрису звали сразу же после школы, но она решила сначала училище. Уроженка Ижевска выбрала Саратов. Откуда Иенковский, Миронов, Конкин? Нина Ивановна вспоминает. В детстве садилась ногами на швейную машинку, слушала по радиотеатру микрофона, а воображение рисовала картины. Самым ценным в профессии называют преданность театру. Если ты пришел в театр, и как вот раньше говорили, нужно театре все-таки служить. Если ты действительно любишь театр, любишь театр, в котором ты работаешь, ты отбросишь все остальное и будешь служить ему. Надо, не надо. Когда репетиции интересные, можно репетировать ночами. За плечами сотня спектаклей. Гроза, сон в летнюю ночь, рядовые. Когда только играть стало мало, актриса окончила институт культуры и осталась там преподавать. Среди тех, кого заразила любовью к профессии, и дочь. Я была в театре, меня некуда было девать. Естественно, шел спектакль «Оборотень». И там был выстрел. Мама играла главную роль, там был выстрел. Ее в конце убивали. Такая очень красивая, про любовь, пьеса, по-моему, литовская. Это был самый страшный момент в моей жизни. Сейчас маму убьют. Нина очень тонкий и очень чуткий партнер. Когда человек понимает тебя, чувствует с полувзгляда, с полуслова. Это профессия. Она этим обладает. Для юбилейного вечера Нина Калаганова выбрала очень простую историю Марии Ладо. Ее лошадь-сестричка готова жертвовать собой. Как и сама актриса. Старается, чтобы всем было хорошо, а о себе заботится в последнюю очередь. Смеется. Возможно, поэтому ее любят и студенты, и коллеги. И признается, что встала на этот путь, никогда не жалела.